Мама будущей первоклассницы Лариса Матвиенко в приемную директора 57-й школы пришла в первых рядах. Образовательное учреждение считается одним из самых сильных не только в Новоленино, но и в городе. Конкуренция среди желающих отдать сюда ребенка большая и нужно успевать. Очень хочется попасть в школу, очень хотим учиться, ну и хочется попасть к хорошему преподавателю, успеть. У нас очень много здесь новостроек, очень много желающих, очень много деток, поэтому хочется попасть. Только в первые несколько часов заявление подали больше 20 родителей. Приоритет у тех, кто живет на территории, закрепленной за школой. Район развивается, рождаемость растет. Четыре года подряд школа переживает всплеск повышенного к ней интереса. И сейчас история снова повторяется. К очередной волне готова. Если понадобится, будет увеличено количество классов. Все, наверное, классы в начальной школе, я сейчас говорю о вторых, третьих и четвертых классах, это все наполнены большие классы, причем по семь классов в параллели. То есть до Ж класса включительно. А первый у нас, первый ЗС класс в том числе. Мы записываем по 25 человек. В течение года численность меняется, 26, 27, но, честно сказать, есть классы, где 28 детей, 29. Это наши дети, мы должны их учить. Сейчас в 57-м учится больше полутора тысяч человек. При такой нагрузке занятия в первую смену могут гарантировать только первоклассникам. Для тех, кто постарше, расписание будет составляться на усмотрение администрации. У школы уже есть опыт организации занятий в третью смену. Такая ситуация почти во всех районах, где жилищное строительство идет быстрее, чем строительство соцобъектов. Но как бы то ни было, никто из тех, кому уже есть 6,5, за школьным порогом не останется. Примут всех. Родители пусть не беспокоятся. Все первоклассники, абсолютно будущие первоклассники, будут учиться в школах города Иркутска. Все общеобразовательные учреждения на сегодняшний день готовы их уже принять. Если там где-то не будет, допустим, хватать классов для первоклассников, то они будут открыты в обязательном порядке. Сейчас в Иркутске 8654 первоклассника. 1 сентября 2016-го впервые за парты сядут почти 9 тысяч человек. Областному центру нужны новые школы. Их начнут строить в этом году. В Новоленино на 1250 мест, на Багратиона на 900, в Лесном на 600. Это самые крупные, но будут другие. Здесь, на улице Ленска, рядом 66-й школы, в этом году начнется строительство дополнительного блока. Он рассчитан на 250 мест. Вдвое больше учеников сможет принять и новое здание на улице Гидростроителей. Там работы стартуют также в 2016-м. Это что касается областного центра. В Приангарии новые школы будут возводиться в Устюдинском, Чумском, Жигаловском, Бадайбинском районах. Кроме того, по указу президента, сейчас правительство Иркутской области работает над программой, согласно которой в регионе до 2025 года может появиться 67 новых школ. Галина Тернева, Евгений Шарыпов, Александр Барановский. Новости сейчас.